Игорь Дадон представил отчет о своей деятельности на посту президента. Он признал, что некоторые данные им обещания так и остались невыполненными. Подробнее об этом расскажем в выпуске. Игорь Дадон – автор первой коррупционной схемы по импорту электроэнергии через посредников в нашу страну, утверждает депутат ПДС Думитро Алайба. Он попросил Генеральную прокуратуру провести расследование в отношении действий главы государства. Чрезвычайное положение в области здравоохранения продлено до 15 сентября. Сегодня коронавирус подтвердился еще у 624 граждан. Семь пациентов скончались. Цены на защитные маски в аптеках завышены. Эксперты провели расчеты и рассказали нашему телеканалу, сколько на самом деле должны стоить эти востребованные ныне медицинские изделия. Игорь Дадон представил сегодня отчет о своей деятельности на посту президента. Глава государства утверждает, что этап длиной в 3,5 года был сложным. Со многими проблемами нашей стране пришлось столкнуться впервые. При этом Дадон раскрыл свои личные качества. Он дал оценку собственному характеру, говоря, что проявил ответственность и уравновешенность, уважая и продвигая традиционные ценности. И в то же время президент признал, что некоторые обещания, данные избирателям, остались невыполненными. Отчет, представленный президентом, составлен на 40 страницах и состоит из 8 глав. Глава государства сообщил, что за время своего правления он продвинул многие социальные проекты. И хотя некоторые из них еще не реализованы, Игорь Дадон все же добавил их в список выполненных. Мы выступили с предложением дважды в год оказывать единовременную материальную поддержку пенсионерам. В январе те, у кого пенсия менее 2000 леев, получили помощь в размере 700 леев. Речь идет о 590 тысяч человек. 1 октября примерно 670 тысяч пенсионеров, у которых пенсия до 3000 леев, также получат по 700 леев. Инициатива индексации пенсий дважды в год вместо их повышения, как обещал Игорь Дадон в своей предвыборной программе, вызвала резкую критику со стороны оппозиции. Ведь выплаты не достигли прожиточного минимума, как ранее заявлял глава государства. После индексации в апреле они выросли в среднем всего на 70 леев. Президент перешел к части достижений и оказанной поддержки аграриям в условиях значительных потерь из-за засухи и града. И это при том, что фермеры жестко раскритиковали действия властей, а также размер обещанной им помощи. Более того, аграрии вышли на акции протеста, обвиняя власти в бездействии и безразличии. Мы нашли ресурсы для поддержки как первой группы, так и второй. Поддержка в размере полутора тысяч леев для первой группы, я думаю, является существенной поддержкой, при том, что такая помощь предоставляется впервые в истории Молдовы. В апреле по моей инициативе были внесены поправки в закон, которые дают право фермерам пользоваться озерами и реками, являющимися частной собственностью. Президент говорит, что его предвыборные обещания 2016 года были выполнены лишь на 80-85%. И у него есть объяснение, почему не сделано все то, что было обещано. Да, есть обязательства, которые не были выполнены, но это только потому, что парламент за них не проголосовал. Игорь Датон также отметил, что в ближайшие дни объявит, будет ли баллотироваться на второй срок на пост президента. Сначала он намерен проконсультироваться с гражданами, чтобы понять, будут ли его поддерживать и стоит ли участвовать в предвыборной гонке. Добавим, выборы главы государства в Молдове запланированы на 1 ноября. Прошло почти 4 года после того, как Игорь Датон стал президентом страны, будучи избранным народом. Наши репортеры решили узнать у людей на улицах, что они думают об обещаниях данным нынешним главой государства в ходе избирательной кампании и о том, в какой мере они были выполнены. Некоторые жители столицы рассказали, что с приходом к власти Игоря Датона их проблемы не решились, а бедность и мизерные пенсии остались практически на том же уровне. Другие же так разуверились в отечественных политиках, что и не верят, что может быть лучше. Он везде появляется на экранах, показывает свою физиономию и своих детей. Куда бы он ни пошел, как говорится, у людей нет денег на хлеб, а он, по крайней мере, не показывал бы столько. Вы знаете, я пенсионерка, и пенсия меня устраивает. В селах мы работаем, как и работали. Не хочу слышать о нем. Не хочу слышать об Игоре Датоне. Это разве человек? Да, я знаю, где лучше, где хуже, но мы не можем им ничего сказать, ведь всегда выходит так, как они хотят. Помогает, поднимает пенсию. Молодец. Живется лучше, немного легче с тех пор, как он пришел. Граждане разочарованы методами, которыми ведется борьба с пандемией коронавируса, а также тем, что президент страны, первое лицо государства, не является примером для подражания с точки зрения соблюдения мир защиты. Рыба с головы портится. Если он не подает пример, что же будут делать обычные люди. Все ходят без масок, без перчаток. Ремонтируются улицы, стараются в сфере здравоохранения, поднимаются зарплаты. Все, что нужно. Все, что должен делать хороший президент. Как я могу быть доволен? Не видите, что он везде ходит без маски. Он пожимает руку, как будто он, Господи, неземной человек. После него только ложь, воровство. Почему он не разъясняет ситуацию со всеми этими сумками, пакетами и кульками? И так, и эдак. Но если на его место придет кто-то другой, разве будет лучше? Игорь Дадон стал президентом страны 23 декабря 2016 года, будучи избранным путем всенародного голосования. Сегодняшний отчет Игоря Дадона – это начало предвыборной кампании, несмотря на то, что глава государства открыто пока не заявлял о своем намерении участвовать в осенних президентских выборах. Так считает политический аналитик Анатол Церану. По его мнению, многие вещи, озвученные Дадоном, далеки от истины. Ведь глава государства даже наполовину не выполнил своих обещаний и данных в 2016 году. В итоге мандат президента оказался провалом для республики. Политический аналитик Анатол Церану считает, что Игорь Дадон преувеличил факты и цифры в своем отчете о деятельности за 3,5 года. Так, например, глава государства говорил забавные вещи касательно внешней политики. А по реализации проекта уличного освещения в молдавских селах Церану уверен, что президент хвастается чужими заслугами. Он приписал себе, как видно, заслуги Шора в этом отношении. Я не особо слышал, чтобы молдавские села освещались по инициативе Дадона. Эксперт говорит, что глава государства должен был предоставить решение проблем в стране и говорить о тех обещаниях, которые остались невыполненными. Он пытался с помощью фальшивых цифр и очевидного хвастовства приукрасить то, что он делал в течение этих четырех лет. Я думаю, что он сделал очень мало, а этот текст был адресован наивным людям, которые не очень хорошо понимают и которые верят пустым словам. Пресс-секретарь президента Кармена Стерпу не ответила на наши звонки, чтобы дать комментарии. Напомним, в предвыборной кампании Игорь Дадон обещал восстановить стратегическое партнерство с Россией и инициировать переговоры о разработке соглашения о стратегическом партнерстве с Россией. Обещание выполнено частично. Визиты происходят, а соглашения нет. Также было обещано вернуть молдавскую продукцию на российский рынок, то, что осталось невыполненным. Глава государства обещал добиться досрочных парламентских выборов, однако это требование сохранялось лишь до того момента, когда он пришел к власти. Другое обещание предполагало начать объединение страны, встречу с лидером Левобережья и нахождение компромисса по политическому проекту урегулирования. Такие встречи были. Однако проект не инициировался и не обсуждался. Так что существенных подвижек в урегулировании нет. Игорь Дадон пообещал остановить унионизм, что выполнено не было. Соответствующие организации работают и проводят акции. Среди обещаний формирования нового состава Высшего Совета Безопасности из числа патриотов. А большинство заседаний ВСБ предполагалось, что будут публичными и с участием прессы. Это было выполнено частично. Состав совбеза изменен. Однако в него вошли в основном советники президента, а заседания проводятся без прессы. Кроме того, Дадон говорил, что граждане других стран не будут назначены на государственные должности президентом. И что все, кто был назначен ранее аппаратом главы государства, будут уволены или откажутся от второго гражданства. То, что выполнено не было. Даже премьер-министр Ион Кику имеет второе гражданство. Румынское. Напомним, в избирательной кампании 2016 года Дадон обещал инициировать референдум о внешнеполитическом векторе Молдовы. Однако плебесцы так и не состоялся. Дадон пообещал и инициировать национальную программу «Комфортное село», которое предполагает создание в каждом населенном пункте детсада, школы, медпункта и аптеки. То, что выполнено не было. Более того, фракция по СРМ в парламенте даже не поддержала проекты партии ШОР о бесплатных лекарствах для пенсионеров, мобильных аптеках и особом статусе медработников. И обещание инициировать разработку национальной программы поддержки молодых семей «Материнский капитал» так и осталось невыполненным. Это в то время как подобный проект осуществляется по инициативе лидера партии ШОР Илона Шора в Аргееве еще с 2015 года. Игорь Дадон – автор первой коррупционной схемы по импорту электроэнергии через посредников в нашу страну. Такие обвинения в адрес президента выдвинул депутат ПДС Думитро Алайба, который написал в социальной сети, что в 2008 году, когда Игорь Дадон был министром экономики и торговли, он подписал договор на поставку электроэнергии и тем самым нанес существенный ущерб госбюджету. Думитро Алайба попросил Генеральную прокуратуру провести расследование в отношении действий главы государства. Депутат ПДС Думитро Алайба утверждает, что Игорь Дадон в свою бытность главой Минэкономики заключил контракт об импорте электроэнергии из Украины. А деньги были выплачены некой венгерской компанией-посреднику, которая отвечала за поставку электроэнергии. В результате конечные потребители в Молдове вынуждены были оплачивать услуги по высоким тарифам. Сразу после подписания контракта в мае 2008 года тариф к июню на электроэнергию увеличился на 10%, а к концу года на 30%. В результате этой схемы только в 2008 году граждане заплатили за электроэнергию на 12 миллионов долларов больше, отметил Думитро Алайба. Алайба утверждает, что Игорь Дадон, работавший на государственной службе, может быть причастен к коррупции на высоком уровне и в преследовании определенных интересов, что в результате нанесло ущерб энергетике и национальной безопасности государства, бюджету страны и доходам граждан. Дадон действовал не в интересах страны, а в личных интересах определенных людей. Вполне возможно, что эта история об одном из первых кульков молодого Игоря, написал депутат. Депутат ПДС просит прокуратуру провести расследование в отношении действий Игоря Дадона в соответствии с уголовным кодексом. Отвечая на нашу просьбу о комментарии, пресс-секретарь президента Кармена Стерпу в сообщении написала, что политики имеют право проявлять себя, как посчитают нужным в преддверии президентских выборов. Руководитель пресс-службы генпрокуратуры Мария Виеру не ответила на наши звонки, чтобы подтвердить, что ведомство получило запрос от Алайбы. Напомним, Игорь Дадон был главой Минэкономики, а также первым вице-премьером в период с 31 марта 2008 года по 11 сентября 2009 года. Национальный орган по неподкупности и Генеральная прокуратура перекладывают свои обязанности друг на друга. И ни одно из этих ведомств не хочет проверять имущество председателя парламентской фракции по СРМ Корнелио Фуркулице. Ранее депутат ПДС Вероника Рошко обратилась с просьбой выяснить, почему социалист не включил в свою декларацию о доходах принадлежащий ему дом в Дурлештах. В среду утром представители Генпрокуратуры объявили, что нет никаких оснований для проведения расследования по этому поводу, так как нацорган по неподкупности, единственное учреждение, отвечающее за проверку имущества и доходов, не обнаружило никаких нарушений у депутата-социалиста. В ответ представители национального органа по неподкупности сообщили, что жалобу должны рассмотреть прокуроры, в то время как закон гласит, что умышленное невнесение данных в декларацию о доходах и личных интересах должны рассматривать правоохранительные органы. Напомним, депутат ПДС Вероника Рошко ранее обратилась в эти два ведомства после того, как журналистское расследование выявило, что семье Фуркулице принадлежит роскошный дом в Дурлештах. Постройка якобы была возведена на двух земельных участках, которые депутат включил в декларацию о доходах и имуществе до 2018 года, после чего землю подарил своей дочери. Дом не фигурировал в декларации о доходах вплоть до 2017 года, когда политик обозначал его как незавершенное строительство. Однако соседи рассказали, что семья Фуркулице живет там больше года, а журналисты застали в доме в Дурлештах самого депутата и его жену. Несмотря на это, председатель парламентской фракции ПСРМ заявил тогда, что он приехал проверить, все ли в порядке, и что на самом деле он там не живет. А когда депутат Вероника Рошко подала жалобу, Фуркулице сказал, что дом недостроен и его нельзя на данный момент зарегистрировать в кадастре. Далее блок новостей, связанных с COVID-19. Национальная комиссия общественного здоровья сегодня продлила чрезвычайное положение в области здравоохранения до 15 сентября. Таким образом, продленный срок действия всех ранее введенных ограничений. Между тем, Молдавский Минздрав объявил о втором антирекорде. Сегодня коронавирус подтвердился еще у 624 граждан, а общее число инфицированных достигло 34 982 случаев. За последние 24 часа также было зарегистрировано 7 смертей от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число умерших составило 967. Напомним, накануне было объявлено о том, что период самоизоляции для переболевших опасным вирусом сокращен с 14 дней до 10. А бессимптомным пациентам и тем, кто перенес заболевание в легкой форме, не будут делать повторных тестов. И отметим, в праздничные дни 27 и 31 августа, а также в выходные 28, 29 и 30 числа, больницы страны будут работать в обычном режиме. Школы Молдовы не готовы ни проводить занятия в классах с 1 сентября, ни к дистанционному обучению. Об этом заявил председатель промолдовы Андреан Канду. В ходе брифинга он обвинил власти, что они ничего не сделали, чтобы обеспечить качественное образование. А родители вынуждены нести бремя эпидемиологической ситуации без поддержки со стороны государства. Андреан Канду утверждает, что накануне нового учебного года многие учебные заведения страны не располагают бесконтактными термометрами и дезинфектантами, так как на это не было выделено денег. С них требуют приобрести все эти средства на имеющиеся на данный момент у них ресурсы, а деньги вернут позже. Если правительство Республики Молдова, Министерство образования, в целом за последние 4-5 месяцев не потратили на образование средства, то почему сейчас не предоставить суммы на приобретение необходимого? Лидер ПРО Молдова раскритиковал тот факт, что спустя полгода пандемии чиновники выдали инструкции по противоэпидемиологическим мерам, которые должны применяться для организации работы в учебных заведениях лишь за 10 дней до 1 сентября. А родители, которые отправляют своих детей в школы и детские сады, должны подписать обязательства под свою ответственность. Документ обязывает информировать их о мерах защиты и обеспечивать безопасность детей в общественном транспорте. По мнению Канду, эти действия демонстрируют, что единственной заботой правительства стало обеспечение их собственной карьеры и имиджа, в то время как учителя, родители и ученики будут предоставлены самим себе. Это бесчеловечно просить сегодня родителей брать на себя ответственность и подписывать заявление под свою ответственность. В этом контексте депутат от ПРО Молдова заявил, что повторно предложит правительству рассмотреть инициативу, предусматривающую, что один из работающих родителей, в чьей семье есть ребенок до 10 лет, сможет воспользоваться отпуском по уходу в период, когда школы и сады закрыты или работают в специальном режиме. Мы попытались связаться с пресс-секретарем Министерства образования Дойной Гафенко и главой ведомства Игорем Шаровым, а также с советником премьера по связям с общественностью Борисом Харий. Но все они не ответили на наши телефонные звонки, чтобы предоставить комментарий. Цены на защитные маски в Молдове явно завышены, а государство не в состоянии проконтролировать этот процесс, хотя ранее власти обещали не допускать роста и спекуляции с ценообразованием. Об этом заявил эксперт Георгий Костандаки. Он утверждает, что хотя себестоимость маски снизилась, конечная цена для покупателей выросла в два, а то и в три раза. Эксперт полагает, что именно по этой причине не все граждане могут позволить себе полноценную защиту от коронавируса. До начала эпидемии медицинская маска стоила в молдавских аптеках от 50 до 80 банов. Сейчас ее продают за 7-10 леев. Учитывая, что одно изделие можно носить не более двух часов, а маска обязательно в общественном транспорте и всех закрытых публичных местах, то их нужно не меньше трех-четырех в день. Эксперт Георгий Костандаки считает, что бремя в период пандемии слишком велико и что цена защитной маски не должна превышать трех леев. В аптеках цена для потребителей должна составлять 2,50, максимум 3 лея. Это с учетом сырья, используемого для изготовления, заработной платы, налогов и других расходов на производство этих масок. Нынешние цены на товар от 8 до 10 леев являются явно завышенными. С другой стороны, в аптеках нам объяснили, что максимальная коммерческая надбавка на подобные изделия составляет 20% вне зависимости от количества посредников. Будь то фармацевтический склад, который продает другому складу, а то третьей точке в аптеку, все три участника сделки получат 20% прибыли, а не так, что каждый устанавливает коммерческую надбавку. Были и проверки, которые не выявили никаких нарушений. Это не тот продукт, из-за которого можно потерять лицензию. Учитывая, что маска сейчас стала предметом первой необходимости, власти могли бы снизить налог на добавленную стоимость на этот товар, что позволило бы снизить цену изделия, считают эксперты. Однако никто этого не делает. Более того, не делается ничего и для стимулирования производства масок внутри страны. Государство должно облегчить производство изготовления для отечественных производителей. Товар проходит через многих, пока дойдет до таможни. Он приходит из офшорных зон. Но у нас есть закон, запрещающий контакты через офшоры. И я не понимаю, почему государство не займется контролем этого процесса. Эксперт считает, что у нас есть все возможности для производства медицинских масок. А значит, импорт должен регулироваться намного строже. Более того, Костандаки утверждает, что власти должны обеспечивать бесплатными средствами защиты всех госслужащих и малообеспеченные слои населения. Вся бюджетная сфера не обеспечена масками. Правительство должно взять на себя эту обязанность. Маска в среднем стоит от 8 до 10 леев. И если покупать 3 маски в день, выходит 24 лея. Умножаем на 20 рабочих дней, это почти 500 леев. На нашу просьбу дать комментарии глава агентства по лекарствам и медицинским изделиям Еремей Присяжнюк сказал, что возглавляемое им учреждение не имеет рычагов для проверки цен этих фармацевтических изделий. Мы обратились к советнику премьер-министра по связям с общественностью, но Борис Харри не ответил на наши телефонные звонки. По подсчетам эксперта, только на защитные маски и дезинфицирующие средства семья из четырех человек тратит в месяц около двух тысяч леев. Мало того, цены могут вырасти, если пандемия коронавируса продлится. Пандемия коронавируса продолжает свирепствовать по миру. Последние еженедельные данные ВОЗ говорят о незначительном замедлении распространения инфекции в большинстве стран, особенно на американском континенте. Более миллиона 700 тысяч новых случаев заражения и почти 40 тысяч летальных исходов. Такие данные по миру предоставила Всемирная организация здравоохранения за прошлую неделю. Количество заболевших снизилось на 5%, смертей на 12% в сравнении с предыдущей семидневкой. Это замедление зарегистрировано практически во всех регионах, исключая Юго-Восточную Азию и Восточное Средиземноморье. И румынский Минздрав опубликовал цифры, свидетельствующие о снижении количества новых случаев за неделю, хотя именно в день публикации было зарегистрировано рекордное количество смертей – 58 случаев всего за 24 часа. Америка по-прежнему остается наиболее пострадавшей пандемией. На минувшей неделе было зарегистрировано много новых случаев и летальных исходов. Но именно на этом континенте уровень эпидемии снизился заметнее всего. В Юго-Восточной Азии, втором наиболее пострадавшем регионе, число новых заболевших и смертельных случаев увеличилось на 4%. В Европе, где количество заболеваний в последнее время росло, темпы на прошлой неделе несколько замедлились, говорят эксперты ВОЗ. Однако эта тенденция не коснулась абсолютно всех европейских стран. Так, власти Испании сообщили об увеличении числа смертей за неделю на 200%. На сегодняшний день во всем мире новым коронавирусом заразились уже более 24 миллионов человек. А число умерших от инфекции превысило 823 тысячи. Украина временно закрыла свои границы. Кабмин соседней страны распорядился до 28 сентября запретить въезд на территорию для иностранцев, за исключением отдельных категорий граждан. Указ вступает в силу с 29 августа. Кроме того, на Украине продлен карантин по 31 октября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Между тем, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко находится в тяжелом состоянии. На выходных ее госпитализировали с диагнозом коронавирус. Сейчас она в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Украинские СМИ пишут, что также заболели ее дочь и зять. Напомним, Юлия Тимошенко 59 лет, она была одним из лидеров «Оранжевой революции» 2004 года. К другим темам. Пьяный водитель намеренно сбил сотрудника полиции, который пытался остановить нарушителя. Случай произошел в ночь с понедельника на вторник в селе Паганеште Хончежского района. По данным правоохранителей, хорошо подвыпивший мужчина попытался скрыться с места происшествия, сдавая назад. Но полицейскому удалось открыть переднюю пассажирскую дверь. Водитель нажал на газ, сбил сотрудника, после чего врезался в столб. Начальник главного инспектората полиции Сергей Паю отметил в социальных сетях, что пора положить конец злоупотреблением в отношении полицейских, сообщив, что в этом году 300 сотрудников пострадали от агрессивного отношения граждан. Партия Шор продолжает благоустройство игровых зон. Проект «Детская площадка в каждом селе», инициированный лидером формирования Илоном Шором, был реализован еще в двух населенных пунктах на севере страны. Таким образом, менее чем за месяц команда партии открыла 14 развлекательных площадок для малышей. А в других нескольких десятках сел начались работы по их установке. Отныне дети села Шер и Уцбричанского района смогут проводить свое свободное время на современной игровой площадке. По случаю открытия развлекательной зоны, лидер партии Шор Илон Шор подтвердил, что этот проект будет реализован во всех селах, где примарами являются члены формирования. «Дорогие друзья, мы не остановимся, и никто нас не остановит в том, чтобы построить такую Молдову, которую каждый из нас хотел бы видеть. Я очень хочу, чтобы в нашу страну вернулись все люди, которые уехали». Счастливые дети штурмовали площадку, как только она открылась. Родители, бабушки и дедушки рады, что малышам будет где поиграть. «Я приду сюда на целый день. Буду кататься на качелях и на горке». «Дети сейчас играют дома. Очень приятно, что сделано это для детей из нашего села. Мы очень благодарны». Присутствующие на мероприятии депутаты от партии Шор пообещали, что изменения в этом селе продолжатся. «Дети, естественно, с радостью принимают этот подарок от Илона Шора и от партии Шор. А взрослые очень довольны, потому что они видят радостные лица своих детей». «Партия сформировалась для того, чтобы изменить нашу страну, изменить нашу родину». Мэр села поблагодарил команду партии Шор за поддержку. «Бюджет премырии не мог покрыть эти расходы. Спасибо всем, кто помог». «И маленькие жители села Корбу Дандюшанского района тоже смогут поиграть на свеже отстроенной детской площадке. Реализацию проекта родители оценили по достоинству. «Тут сделали ту детскую площадку и ту самую классную». «Очень хорошая идея, очень приятно с детьми здесь находиться. И спасибо тем, кто это сделал». Присутствующие на мероприятии парламентарии поблагодарили жителей села за оказанное доверие. «Мы сделаем всё возможное, чтобы данные обещания были выполнены, а проекты реализованы». «И в очень скором времени все эти проекты будут имплементированы во всех населённых пунктах, там, где люди оказали нам доверие». Представители местных властей отметили, что модернизация села позволит удержать жителей в родном краю. «Мы стараемся не допустить того, чтобы сельская молодёжь уезжала за границу». Проект «Детская площадка в каждом селе» был запущен Илоном Шором в конце июля. На сегодняшний день построено и открыто 14 игровых зон в разных населённых пунктах страны. На этом наш выпуск завершён. В студии была Ирина Варсан. Далее прогноз погоды на четверг. Оставайтесь на нашем телеканале. Хорошего вечера и добрых новостей. В Кишинёве 27 августа будет 30 градусов тепла. В Бричанах плюс 24, в Бельцах 26 выше нуля. В Сороках и во Флорештах дожди. Температура и там, и там плюс 26. В Леушинах температура достигнет 29 градусов. В Аргееве и Унгенах также будет 29 градусов тепла. Дожди пройдут только в Аргееве. В Адубасарах ожидается плюс 30. В Террасполе плюс 31. В Камрате 33 с положительным знаком. В Кагуле на градус ниже – 32. Переходим к погоде за рубежом. В Бухаресте ожидается 32 градуса тепла. В Киеве будет плюс 22. Пройдут дожди. В Москве 20 выше нуля и гроза. В Лондоне 22 градуса тепла. В Мадриде плюс 36. В Париже 24 выше нуля. В Риме плюс 33. В Берлине будет 21 градус тепла. Ожидаются дожди. В Афинах 32 с положительным знаком. Пройдут осадки. Субтитры подогнал «Симон»